Добрый день! Как часто люди, которые начинают искать свой путь жизни, причем ставя перед собой достаточно важные задачи обрести мир, радость, счастье? Вот только сегодня, проезжая по улицам нашего города, я увидел большой дом, жилой комплекс, на котором висит огромный плакат «Счастливые люди живут здесь». А как, если бы это было так просто построить дом и повесить на нем надпись, что здесь и живут в огромном количестве квартир только счастливые люди? Но ведь над счастьем нужно много потрудиться. Его нужно увидеть. Чтобы к нему стремиться, его нужно сначала увидеть. И какое замечательное есть выражение – «Зорко – одно только сердце. Самого главного – глазами не увидеть». Вот сегодня давайте поговорим об этом. Кому принадлежат эти слова? Антуану де Сент-Экзупери. В этом году исполняется 120 лет со дня его рождения. Каким был этот человек? И почему он оставил такие прекрасные произведения, особо знакомые всем нам? Это маленький принц, планета людей. Сколько в них доброго, сколько в них светлого, чистого, по-детски наивного, но такого глубокого. Ведь все, что о человеке, о добре, о глубине его чувств, о сердце – это уже о Боге. Он был христианином. Родился в многодетной семье, рано потерял отца. И мечтал всю жизнь быть летчиком. Эта мечта его исполнилась. Он летал над землею и не жалел себя. Его хвалили за его храбрость, за его выносливость, за его волю к победе. И вот, не сложившись в его жизни, в первом случае, личная жизнь, а потом все-таки он находит свою спутницу, на браслете которого потом в затопленном корабле найдут его останки с надписью его имени и его супруги. Он пронесет эту любовь через всю жизнь. Но напишет удивительное произведение «Маленький принц», в котором и скажет «Зорко только одно сердце». Чем только не смотрит человек на свою жизнь. Там счастье живет. Давайте усомнимся. Разве там не ругаются? Разве там не ссорятся? Разве там не разводятся? Разве там всегда счастье? Нет, ни печали. Разве там не болеют? Разве из этого огромного жилого комплекса не выносят умерших? Там живет одно счастье? Да и что такое счастье, которого по-настоящему глазами-то не рассмотреть. А для того, чтобы обрести это счастье, для того, чтобы стать тем, который мог бы быть его достоин, нужно сначала понять свою человеческую природу. Кто ты человек? Зачем ты живешь на земле свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать или вспомнить, наконец, что небесный ждет Отец так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу? Давайте вернемся к Экзупери. Давайте почитаем немножко из его замечательных строк о человеке. Вот что он пишет. «Быть человеком – это значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи, и знать, что укладывая камень, помогаешь строить мир». Какие простые, но доступные выражения. Ты положил камень в основание своего дома, в основание доброго дела. Ты строишь мир. Ты маленький человек, но ты человек. Ты уже уподабливаешься Творцу-Созидателю. Потому что есть замечательное выражение у святителя Николая Сербского. Господь ищет Созидателей, а не Разрушителей. Тот, кто будет созидать добро, тем самым будет разрушать зло. А тот, кто пустится разрушать зло, скоро забудет о Созидании добра и превратится в злодея. Вы видите, какой путь? Как важно познавать себя, смысл, цель своей жизни. Кто ты человек? Для чего ты пришел в этот мир? Что после себя оставишь? И где окажешься, когда закончишь свой земной путь? Работая только ради материальных благ, пишет Сан-Экземперий, мы сами себе строим тюрьму и запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит и жить. А действительно, как он прав? А стоит ли жить ради того, что ты все равно не сохранишь? Не собирайте себе сокровища на земле, говорит Господь, ибо под него всегда копают воры, его точит ржа, ты всегда можешь его потерять. Его могут украсть, оно может пропасть просто от времени. Так в этом ли сокровище и счастье человека? Не в том ли, что сказал Христос? Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Вот как велики мысли одного человека, который облетал пол земного шара и пришел к таким замечательным выводам. В Священном Писании Ветхого Завета есть такие замечательные слова. «Вол знает хозяина своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не разумеет меня», то есть не понимает и не ищет. И действительно, любое животное знает место, где оно получает пищу, еду, свет, воду. Только один народ, Божий человек забывает о подателе всех благ, которые есть Бог. Люди думают, что все вокруг мое. А значит, если кто-то мне это мое не отдает, значит, это мой враг. Откуда злоба, распри, ненависть, осуждение, драки, пьянки, наркомания? Потому что мы забыли, что над нами Бог. Потому у Амброси Оптинского есть замечательное выражение «Почему человек бывает плох?» Потому что забывает, что над ним Бог. Почему он пьяниц? Почему человек развратничает? Почему он изменяет или она? Почему ссорится? Почему творится столько зла вокруг? Потому что люди забывают, что Бог есть, и Он есть любовь. Он создал этот мир для любви. О, люди, если бы вы знали, в чем ваше счастье. Но вы ищете его в земном. Но тот, кто ищет счастье только на земле, лишается и небесного, и земное от него уходит. Но вернемся к Экзопери, к его еще одному замечательному, облетевшему весь мир выражению. Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Давайте увидим в этих строчках евангельскую истину. Ведь христианин говорит ли, пишет, сочиняет, рисует, строит, делает, созидает. Все он старается делать во славу Бога, который так и сказал, «Едите ли, пиете ли, или и на что творите, все творите во славу Божию». И в этих словах, что же такое любовь, по-настоящему счастье? Сидеть и смотреть друг на друга? Можно, в конце концов, устать, проголодаться, нуждаться во многом другом, без чего мы не можем прожить. Нет, это смотреть в одном направлении. Ах, если бы люди, которые живут в семье, в большом городе, в большом жилом районе или в частном секторе, поняли самую главную истину. Если бы мы видели бревно в своем глазе, тогда не смогли бы, да и не повернулся язык, осудить человека, в глазу которого лишь соринка. А так как мы видим, что мы праведные, а другие все грешники, у всех глаза засорены, только один «я» могу видеть правильно, ценить, взвешивать, давать какие-то оценки в событиях, в общественной жизни, вокруг себя происходящих событиях, то, конечно, многое, что вокруг, с моим мнением, может не совпадать. И тогда человек начинает раздражаться, осуждать, гневаться. Тогда он начинает доказывать свое «я». Ах, если бы мы смотрели все вместе, не просто друг на друга, а в одном направлении. А куда? Куда бы мы смотрели, чтобы сохранилась наша любовь? Куда зовет нас посмотреть Экзюпери? Он стремится показать своим читателям, начиная с юного возраста, что смотреть нужно не просто вперед, смотреть нужно на истину. А истина – это Христос. И так человек, который желает обрести счастье, не просто смотрит в одном направлении, он смотрит на истину. А истина – это Спаситель, распявшийся и воскресший ради нашего спасения Христос. Зорко – одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Так что же это самое главное? Христа не увидишь глазами. Бога можно увидеть лишь сердцем. Давайте же, дорогие, чтобы стать по-настоящему счастливыми, поймем, что Бога можно увидеть только чистым сердцем, только светлым умом. Поэтому и будем очищать свое сердце покаянием правильной, доброй жизнью. И тогда мы сможем увидеть самое главное – то, что не увидеть глазами. Мы сможем увидеть Христа и стать по-настоящему счастливыми. Я всем вам желаю счастья. Пусть взор ваш, взор вашего сердца всегда устремляется ко Христу. И вы обязательно будете счастливы. Попробуйте. Всего вам доброго. И храни вас Христос.